Всем нам часто приходится разговаривать по телефону. Если это общение со знакомыми или родственниками, то обычно это не вызывает неприятных ассоциаций. Но как только заходит речь о том, чтобы позвонить незнакомому человеку, это приводит с замешательства большинство людей. Даже от людей, которые кажутся позитивными и очень общительными, мне не раз приходилось слышать о том, что необходимость телефонного звонка создает для них стрессовую ситуацию. Они могут без труда общаться лично или переписываться в мессенджерах и социальных сетях. Но взять телефон, набрать номер и провести телефонные переговоры представляется для них как нечто сверхъестественное. Поделюсь с вами несколькими простыми советами, как уменьшить стресс при разговоре по телефону и провести эти переговоры более эффективно. Во-первых, разговаривайте стоя. Так ваш голод звучит увереннее и энергичнее. Во-вторых, всегда одевайтесь по деловому, как будто собираетесь на встречу. На самом деле телефонный разговор не менее важен, а поэтому и вид у вас должен быть соответствующим. Кроме того, такой внешний вид помогает вам настроиться на нужный лад и придать разговору деловую интонацию. В-третьих, улыбайтесь во время разговора. Когда вы улыбаетесь, ваш голод звучит радостно и воодушевленно. Но это еще не все. Улыбка настраивает вас на позитивный лад. Когда человек улыбается, мозг получает сигнал о том, что человек рад, и он чувствует себя хорошо. И ваше настроение само собой улучшается. Это и передается вашему собеседнику. Позитивные люди нравятся окружающим. С ними приятно общаться и хочется продолжать разговор. Именно это вам нужно, не так ли? В-четвертых, не делайте пауз, если речь не идет о специальном интонационном приеме. Паузы показывают неуверенность и дают возможность прервать вас на полусловие. Конечно, не нужно тараторить. Держите достаточно энергичный и комфортный для восприятия темп речи. В-пятых, внятно представляйтесь и называйте собеседника по имени. Проявляйте уважение к тому, с кем вы разговариваете. И в то же время разговаривайте с чувством собственного достоинства. В-шестых, готовьтесь к каждому разговору. У вас должен быть план в виде тезисов. И нужно четко понимать, что вы хотите сказать и какой результат разговора вам нужен. Придерживайтесь плана, но ведите разговор гибко. Слушайте собеседника и возвращайте его в нужное вам русло мягко и деликатно. Используя простые правила, вы уменьшите свое волнение и сможете сосредоточиться на самом разговоре. Сложно только в начале. Со временем у вас появится опыт, а вместе с ним уверенность и эффективность. Продолжение следует...